Здравствуйте! Вы смотрите новости пятого канала в студии Денис Гончарук и в начале выпуска коротко о главных темах. Только после вмешательства прокуратуры органами опеки и попечительства на основании статьи 77 Семейного кодекса РФ произведено принудительное отобрание малолетнего ребенка у матери. Надзорные органы дали оценку действиям сотрудников опеки и других служб, которые были в курсе, что двухлетняя девочка после сложной операции находилась в социально опасном положении. Качеля стояла, турник стоял, песочница была. Сейчас ничего нету, не проехать, не пройти. Это ясно. Ну, хлам. Вместо песочницы грядки, а качели заменили теплицы. Жительница Канска обустроила себе огород прямо на детской площадке. Спасибо вам за ваш труд. Может, от вас такая категория зависит. Даже беззащитные пенсионеры, многие дети, инвалиды, многодетные семьи, полойнущие. В Каннске состоялся праздничный концерт в честь Дня социальных работников. Это было самое масштабное за последнее время мероприятие для специалистов данной сферы. Работу полномоченных органов, которые наблюдали за неблагополучной семьей, проверила Каннская межрайонная прокуратура. Около месяца назад, после сообщения СМИ о том, что двухлетняя девочка, которая была сделана сложной операцией, находится в социально опасном положении, в дело вмешалась прокуратура. Надзорные органы дали оценку действиям сотрудников опеки и другим службам, которые были в курсе положения ребенка и при этом не предпринимали должных мер. Только после вмешательства прокуратуры органами опеки и попечительства на основании статьи 77 СМК РФ произведено принудительное отобрание малолетнего ребенка у матери. Кроме того, по результатам проведенной проверки прокуратурой в адрес медицинского учреждения МОМВД России Каннский, а также администрации города Каннска внесены представления с требованием устранить выявленное нарушение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Напомним, прокуратурой было установлено, что родители не обеспечивали должный уход за ребенком, который ей был необходим после сложной операции. Кроме того, специалисты медицинского учреждения в ходе патронажа семьи выявили антисанитарные условия для жизни и отсутствия продуктов питания. Огород прямо на детской площадке. В одном из дворов Каннска жительница дома решила присвоить себе общую территорию и обустроить ее под грядки. Тему продолжит Денис Шабуров. Качеля стояла, турник стоял, песочница была. Сейчас ничего нету, ни проехать, ни пройти. Думаю, это ясно. Ну, хлам. Огород прямо посреди двора второго дома в переулке Больничный возник пять лет назад. Тогда местная жительница решила, что детская площадка здесь лишняя. А вот грядки садить нужно, поэтому забрала территорию общего пользования по собственные нужды. Соседи говорят, уже бы и глаза закрыли. Только вот ее сад начал создавать проблемы. Было когда-то печное отопление в этом доме. В 70-м году сделали паровое отопление, водяное. Ну и трубы не убрали. Вот сейчас трубы разрушаются. Дом с 58-го года начинают падать кирпичи. Приехали жаковосы, сфотографировали. Говорят, а мы сюда не подъедем и не уберем. Мешает. Вот придворовая территория сделала огород. Ну, какой здесь огород? Я не знаю, что-то хлам какой-то торчит. Вот дерево подрубило. Видите, дерево засохло. Начинает падать. С хозяйкой огорода люди, говорит, пытались. Однако она на контакт не идет. Сейчас и вовсе дома не проживает. Говорят, уехала на дачу. Для чего вообще ей эта территория, становится понятна после рассказа тех же соседей. По их словам, женщина торгует рассадой. Однако следующая информация задает новые вопросы. Интересно то, что буквально в паре шагов от самопального огорода у его хозяйки есть еще один, правда заброшенный. Как мы видим, он весь зарос сорняком и трава уже начала переходить на соседние участки. В местной мэрии о ситуации знают. Говорят, сейчас комитет по управлению муниципальным имуществом рассматривает дело. Если раньше наличные нужды такие территории действительно выделяли, то сейчас это в любом случае незаконно. Поэтому самовольный огород с придомовой территории женщины, скорее всего, придется убрать. Денис Шабуров, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. А во дворе за поликлиникой на Сибирячке местные жители проявили инициативу и закрыли на замок беседку. Беречь действительно есть что. На придомовой территории люди создали настоящий сад для отдыха. Решение сделать его необщедоступным многие поддерживают. Ведь часто подобные сооружения становятся лакмусовой бумажкой для любителей выпить и еще чего похуже. По итогу мусор, ночные крики, драки. А таким образом подобных проблем нет. Жильцов многострадального общежития на Лаи о коммунальных проблемах, которого мы рассказывали неоднократно, расселят в новые квартиры до конца этого года. Напомним, еще осенью 2020 года. Каннский городской суд удовлетворил иск прокурора о расселении дома «Солнечный-55-5» до 1 декабря 2020 года. Но процесс по определенным причинам затянулся. Мы выходили в суд, попросили отсрочку, в связи с тем, что они вошли в программу переселения, чтобы отсрочили до декабря 2021 года. В принципе, они у нас в программе. Часть мы уже переселили. Часть, вот сейчас буквально на днях будем переселять. Мы купили три квартиры, которые нам не хватает в этом доме, который строится. Вообще их будет куплено 12 квартир, три мы уже приобрели. Сейчас пять квартир еще на торгах. И потом еще четыре квартиры. Это, в принципе, все жители с этого дома. 55-5. Поэтому до конца года мы переселим эти оба общежития. И вопрос с ними у нас закроется. В Дудинке молодежь жестоко избила двух взрослых мужчин. Кадры инцидента попали в социальные сети. На них видно, как трое парней жестоко избивают мужчин руками и ногами. Как установила полиция, пострадавшие зачинщики драки находились в алкогольном опьянении. Сейчас проводится доследственная проверка. Около 20 тысяч гектаров леса горит в Сибири. Согласно информации, расположенной на сайте авиалесоохраны, всего в Красноярском крае огнем охвачено более 12 тысяч гектаров земли лесного фонда. По этим пожарам ведется активное тушение. Всего же на территории России действует около 90 пожаров, на площади более 27 тысяч гектаров. Голый окровавленный мужчина напугал красноярцев. Накануне, как сообщает портал «Красноярский рабочий», неадекватного мужчину, наносящего себе ранение ножом, заметили на улице Мичурина. На место были вызваны полицейские и медики. Мужчину спасти не удалось. Он скончался в машине скорой. Личность и причина смерти устанавливаются. Сразу после короткой рекламы расскажем об эпи-ситуации, покажем концерт в честь дня соцработников и расскажем о неделе безопасности. Не переключайтесь, оставайтесь на пятом канале. Мороженое дело в сливках. В чем же дело? Дело в сливках. Точно в сливках. Точно в сливках. В чем же дело, бро? Дело в сливках. Ням-ням-ням. Дело в сливках. Дело в сливках. Мороженое дело в сливках, бро. Зеленогорские напитки «Зелен». Цените каждый момент наступившего лета. Для прогулок и посиделок. Для дневной жары и вечерней прохлады. Для друзей и близких. Зеленогорская безалкогольная от завода «Зелен». Повод утолить жажду. Спрашивайте в магазинах города и края. Займы, любые суммы, любая кредитная история. 8 913 534 1555 124деньги.ру ООО МКК Оливин Финанс Открылся магазин «Любимый дом» по адресу улица Урицкого, 14А. Цокольный этаж. Акции весь июнь. С 8 по 14 июня кастрюлят от торговой марки «Мкактунь» из нержавеющей стали 4,2 литра. Всего 975 рублей. Спорттовары в магазине «Старт». Велосипеды горные, детские и БМХ. Самокаты трюковые, городские, электро. Скейтборды и мини-борды. Бассейны, палатки, матрасы и туристическая мебель. Лодки и лодочные моторы. Магазин «Старт». Предмостный микрорайон 14. А теперь об эпидситуации. По информации Роспотребнадзора, на утро 3 июня в Красноярском крае на 97 случаев заражения коронавирусной инфекцией стало больше. На домашнем лечении находится 13 738 человек. За последние сутки ковид-19 обнаружили у 53 красноярцев. В Канске один новый зараженный. В этом году социальные работники Каннска отметили свой самый масштабный профессиональный праздник. В городском доме культуры собрались представители сразу шести учреждений. Подробности прямо сейчас. С праздником вас! С днем социального работника! Представители этой профессии – одни из самых востребованных для общества специалистов. Сегодня на сцене городского дома культуры каждый из них был отмечен и награжден за свой нерегкий труд. Спасибо вам за ваш труд. Потому что от вас такая категория зависит. Скажем, беззащитные пенсионеры многие. Дети, инвалиды, многодетные семьи, полоимущие. И вы с утра до вечера несете частицу доброты в своей душе, в семье, в которой вас нуждается ваша защита, ваша помощь. 8 июня для празднования дня соцработников выбрана не случайно. Ведь именно в этот день, в 1701 году, Петром I был подписан указ о создании первой государственной богадельни для нищих, больных и престарелых, за которыми необходим уход. На сегодняшний день система социального обеспечения значительно выросла. Только на территории Каннска и Каннского района работает 6 учреждений. Некоторые из специалистов говорят, на свою должность попали по воле судьбы, но по итогу это стало делом их жизни. Сначала пришла на стажировку, значит, на три недели. Ну, а потом меня предупреждали уже работать. Сначала отстажировалась три недели, посмотрели, что забросовестная работа была. Ну, так и осталось. А теперь уже прикипела. Уже я отсюда пошла на пенсию. Я уже пенсионерка два года. Помимо наград, присутствующие в зале также насладились выступлением творческих коллективов. Сначала для них спел солист студии «Компромисс Джаз». А затем на сцену вышли маленькие участницы образцового хореографического ансамбля «Юна Сибири». От такого яркого выступления, а также атмосферы, которая царила в зале, зрители остались в восторге. Отмечают, это самый масштабный день социального работника в Канске за последнее время. Я сегодня очень горда за своих коллег, потому что впервые в городе Канске такое большое мероприятие, посвященное Дню социального работника. Мы действительно впервые на территории города находятся шесть социальных учреждений, которые в объединенном виде встречают свой профессиональный праздник. Очень положительные эмоции. Вы сами видите, что люди испытывают восторг. Работа у всех сложная, и поэтому действительно вот такие праздничные мероприятия каждому в коллективе нужны. Свои слова благодарности передали соцработникам и гости праздника. Я хочу поздравить этих работников благородной профессии с их профессиональным праздником. Повторюсь, пожелать им здоровья, успехов, процветания также ветеранов этой отрасли, поскольку они тоже вложили огромный вклад. И продолжают еще заниматься социальной работой, кто на пенсии, кто уже по доброй воле. Всем низкий поклон за их нелегкий и благородный труд. Денис Шабуров, Александр Миней, телекомпания «Канск», 5 канал. Познавательные акции для юных жителей Каннска от сотрудников МЧС. Специалисты рассказали о правилах поведения на водоеме и как действовать при пожаре. Валерия Ударцева побывала на месте. Ей слово. С наступлением лета у детей появляется больше времени для того, чтобы находиться на свежем воздухе. Участились случаи, когда ребята без родителей идут на водоемы. И это несмотря на то, что в черте города нет разрешенных мест для купаний. Но так как такие ситуации случаются, спасатели на воде показали детям несколько упражнений, которые нужно выполнять перед погружением в реку. Сейчас мы вместе с вами должны одновременно присесть 5 раз, чтобы стоять, команды не было, чтобы у нас не было волны. Договорились, чтобы мы такие раз, раз, давайте на счет раз, два. Раз, два. Не падать, держаться. Раз, два. Для детей доводилась информация о правилах поведения на воде, о правилах поведения при возникновении каких-то других чрезвычайных ситуаций. С учетом того, что летние каникулы достаточно длинные, мы всеми силами стараемся исключить с помощью таких мероприятий всевозможного рода несчастные случаи. Рассказали о своей нелегкой работе и пожарные. Они показали свою защитную экипировку, а также напомнили об элементарных правилах безопасности. Кроме того, ребята смогли примерить на себе роль пожарного. Они не просто смотрели и слушали, но и моделировали ситуации. Давай, подбородок. Все, грибай его на руки. Верю, на руки его. Сейчас он тебя возьмет на руки, лимитирует твою эвакуацию. Целями нашими является повышение уровня осведомленности детей по обеспечению собственной безопасности, по соблюдению элементарных мер, которые позволят обеспечить собственную безопасность в различных условиях. Это и их действия при возникновении пожара и в жилых помещениях, и в общественных местах. Их действия при проведении времени на воде, как обезопасить себя. Акция «Безопасные каникулы» охватила весь Красноярский край. В результате дети благодаря таким мероприятиям получают не только порцию положительных эмоций, но и ценные знания. Я узнала новое, что если, например, на втором или на третьем этаже живешь, у тебя нет балкона, то если есть возможность, нужно выбегать в подъезд. Я этого не знала, если, ну, не знала и все. А сейчас я познала для себя много чего. А еще мне понравилась служба спасения. В центре Семиканске подобные мероприятия проводятся ежегодно. Воспитатели готовят уроки различного формата, где ребятам удается не только резвиться, но и с пользой проводить время. Валерия Ударцева, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. Это все, что подготовила наша информационная служба на сегодня. Авторские программы и новости 5 канала смотрите в сети телекоммуникационной компании «Орион Телеком» на 28 кнопке. В студии был Денис Гончарук. Всего доброго. До свидания. Субтитры делал DimaTorzok Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. А если возникнут вопросы при получении медицинской помощи или проблемы в процессе лечения, то разобраться во всем вам поможет страховой представитель. Страховые представители – это сотрудники страховых медицинских организаций. В их обязанности входит информационное сопровождение и консультирование пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Страховой представитель проинформирует и проконтролирует прохождение диспансеризации по программе ОМС. Сообщит о сроках, месте и порядке проведения профилактических мероприятий в соответствии с вашим полом и возрастом. Обеспечит сопровождение пациентов на всех этапах оказания медицинской помощи. Поможет по выбору или замене страховой и медицинской организации. Защитит права пациентов при нарушении сроков получения медицинской помощи. В случае необоснованного требования оплаты медицинской помощи, входящей в программу ОМС. Если возникнут трудности при госпитализации и если есть вопросы в процессе оказания медицинской помощи, то обеспечит проведение очной экспертизы. Если у вас обнаружили онкологическое заболевание, страховой представитель обеспечит ваше сопровождение. Поможет организовать консультации врачей-специалистов. Проинформирует о необходимости постановки на диспансерное наблюдение. Проконтролирует организацию и сроки госпитализации. В том числе при необходимости получения высокотехнологичной медицинской помощи. Проконтролирует своевременность направления на обследование и консультации к врачам-специалистам. Страховой представитель поможет сделать лечение доступным и своевременным, а взаимодействие врач-пациент оперативным и эффективным. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Сегодня в стране работает более 14 тысяч страховых представителей. Их задача – обеспечить всех жителей России возможностью получить немедленную консультацию и содействие по любым вопросам, связанным с предоставлением медицинской помощи по полису ОМС. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Редактор субтитров А.Семкин